Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается простейший кубовит 3х3х1, ну или 1х3х3. Также его называют флоппи куб. Существует много различных моделей, в том числе еще на базе спиннера. У них есть разный функционал, какие-то собираются проще, какие-то чуть сложнее. Я буду показывать на примере самой функциональной модели от компании YJ. Но мы также рассмотрим процесс сборки для кубоидов с ограниченными возможностями. Можно подумать, что флоппи куб это всего лишь один слой от стандартного кубика робика и достаточно уметь собирать одну сторону из классической головоломки, чтобы научиться собирать и флоппи. Это не так, но собирается кубоид 3х3х1 действительно не сложно. Здесь есть всего три типа элементов. Это центр. С одной стороны он оранжевый, а с другой красный. Ребра, которые составляют крест вокруг центра и примыкают непосредственно к нему. И углы. Как нетрудно догадаться, располагаются они по углам. На центре можно заметить дополнительные центральные элементы в виде таких полумесяцев. Они есть не на всех моделях, только вот от этого производителя. Они добавляют еще один этап сборки, достаточно интересный. Если мы будем перемешивать головоломку без изменения формы, то есть движениями только на 180 градусов, то собирать эти центральные элементы не придется. Они сами собой встанут в нужное положение. Если же мы будем перемешивать с изменением формы, то есть позволять вот такие вращения и выходить из плоскости, то центральные элементы могут переместиться. Тогда их придется собирать. Самые первые модели не позволяли физически вращать головоломку с изменением формы. Поэтому для начала разберем сборку с поворотами только на 180 градусов. После каждого вращения головоломка восстанавливает свою форму и элементы вращаются определенным образом и количество их перестановок ограничено. Если мы будем пытаться собирать эту головоломку, то сборку можно разделить на два этапа. Как и в кубике рубика, сначала собрать крест, а потом уже собрать углы. Чтобы собрать крест, мы просто поворачиваем все ребра одним цветом, который должен совпадать с цветом вот этого центра. Вот это красное ребро с центром совпадает, значит просто разворачиваем остальные. Вот получился крест. Мы видим, что сейчас ни один угол на своем месте не стоит. Чтобы это исправить, мы должны выполнить алгоритм под названием пиф-паф, ну вернее его версию для этого кубоида. Возьмем головоломку вертикально. Сейчас у нас все углы не на своих местах, поэтому выполняем из любого положения. Главное, чтобы держать его вертикально. Вращать будем сначала правую грань, потом верхнюю грань на 180 градусов. Опять правую, опять верхнюю. Поскольку оборот двойной, то неважно в какую сторону его делать. Посмотрим, что получилось. Картинка изменилась, и мы видим, что вот этот уголок по цветам совпадает с ребрами. Можно подумать, что и этот угол красным цветом совпадает, но должны совпадать еще и вот эти цвета. Здесь такого нет. Если у нас есть угол, который стоит на своем месте, мы располагаем его снизу слева. Кубоид у нас вертикально. И делаем пиф-паф еще раз. Поворачиваем справа, сверху, справа, сверху. Видим, что не собралось. Делаем пиф-паф третий раз. Справа, сверху, справа, сверху. Максимум три пиф-пафа помогут нам собрать кубоид. Иногда будет хватать двух, иногда одного. В случае, если мы собрали крест и один уголок на месте стоит сразу, мы его располагаем снизу слева и делаем пиф-паф. Справа, сверху, справа, сверху. И кубоид с первого, либо со второго раза соберется. При желании можно просчитывать и всегда делать не более двух пиф-пафов. Ну или если уголок уже стоит на месте, то всегда обходится одним. Если присмотреться, то вот здесь стоит уголок желто-зеленый. Он должен стоять здесь. Здесь стоит уголок желто-синий. Он должен стоять вот здесь, между желтым и синим ребрами. Если мы сначала поставим уголок, вот этот, на свое место, повернем верхнюю сторону, потом правую, опять верхнюю, потом правую, нам хватит одного обратного пиф-пафа. Если бы мы сделали не так, то нам пришлось бы делать два обычных. То есть правый вверх, правый вверх. Чтобы определить, какой пиф-паф делать, нужно просто посмотреть, какой угол должен быть здесь. Здесь должен быть желто-синий. Ищем его. Это не он. Он здесь. Если он находится справа, а не сверху, то мы начинаем пиф-паф справа. И кубоид собирается с одного пиф-пафа. Также на этапе сборки креста можно попытаться сохранить один из уголков, чтобы он сразу стоял на месте. Видим здесь вот бело-красный уголок с бело-красным ребром рядом находится. Просто соберем крест так, чтобы эта пара не разрушилась. Повернем тут, повернем тут. И прежде чем повернуть вот это, отведем в сторону, повернем это ребро и вернем. В итоге у нас уже один уголок на месте стоит. Располагаем его сразу там, где нужно и делаем пиф-паф. Чтобы определить какой, смотрим здесь желто-зеленые ребра, желто-зеленый угол. Он находится сверху. Значит делаем движение сверху, потом справа, сверху, справа. Ну и кубоид собран. Собирать можно и другими способами. Процесс интуитивный. Для того, чтобы сборка была интереснее, нужно использовать все возможности головоломки. А значит мы будем вращать грани, в том числе и на 90 градусов. И продолжать после этого вращение других граней. Головоломка позволяет делать разнообразные повороты, которые меняют ее форму. И кубоид может принимать достаточно причудливый вид. К примеру, вот такой. Изначально нужно, конечно, вернуть кубоид в привычную форму. И большинство движений делается интуитивно. Могут остаться, к примеру, вот такие вот элементы. И то их можно тоже каким-то образом вернуть. Чаще всего трудности возникают с такой ситуацией. Один угол, который должен стоять здесь, почему-то из плоскости вышел. Нужно поставить его на место. Для начала сводим ему место таким образом, чтобы вот этот уголок можно было поместить сюда. И чтобы вернуть его в плоскость, мы ставим на то место, где он должен стоять. Поворачиваем полную грань на 90 градусов. Возвращаем вот это в плоскость и эту грань тоже. Интуитивно и вроде бы не сложно. Покажу еще раз. Уголок вышел из плоскости. Ставим его на свое место. Поворачиваем эту грань на 90 градусов. Возвращаем назад. Возвращаем назад. И форма головоломки восстанавливается. Если таких уголков несколько, просто процедуру нужно повторить. Далее нужно избавиться от синих и зеленых ребер. У нас здесь есть три красных, с другой стороны они оранжевые. А синее ребро у нас быть не должно. Нужное нам внутри. Это просто другая сторона привычного нам ребра. Чтобы это достать, мы ставим эту грань под 90 градусов к телу головоломки и делаем то же самое, как если бы мы ставили уголки по местам. То есть вот этот угол нужно поставить сюда. Ставим, отводим, возвращаем, возвращаем. И у нас еще один угол нужно поставить на место. Можем перехватить и повторим процедуру. Ставим, отводим, возвращаем, возвращаем. Движения очень похожи. Понятно, что зеленые и синие ребра гораздо проще поставить в нужном положении, используя функционал головоломки. То есть можно просто позволить одному этому элементу повернуться на месте. Что синему, что зеленому. Да, так просто. Но не все кубоиды на это способны, поэтому я показываю оба способа. Продемонстрирую еще раз. Для этого мы поворачиваем грань под 90 градусов и ставим уголки на свои места, так же как на этапе восстановления формы. Ставим на место, опускаем, отводим, возвращаем. Выходит уголок из плоскости и ставим его еще раз. Получаем стандартный вид. После чего мы также собираем крест интуитивно и собираем уголки. Здесь могут возникнуть такие же ситуации, как и прежде. То есть нужно переставить 4 либо 3 уголка. Если переставить нужно 4, как в этом случае, мы из произвольного положения делаем пиф-паф. Правая, верхняя, правая, верхняя. И смотрим, что получилось. Если один уголок встал на место, а 3 нет, то значит мы решаем как и раньше. Располагаем правильный уголок снизу слева и делаем 1 или 2 пиф-пафа. Но если просчитывать, смотрим здесь бело-синие ребра, бело-синий уголок здесь, значит начинаем сверху. Вверх, справа, вверх, справа. И кубоид собрался. Ну если не обращать внимание на центральный элемент, конечно. Также может случиться такое, что мы собираем крест и у нас два угла становятся на месте. Это возникает либо сразу, либо после того, как мы сделали пиф-паф, если на месте не было четырех углов. Они могут быть как рядом, так и по диагонали. Получается, ситуация как бы паритетная, которая на обычном флопике и невозможно. По крайней мере, невозможно на кубике рубика. Но из-за того, что здесь можно выходить из плоскости головоломки, такую ситуацию тоже можно решить. Наиболее простой способ расположить два угла сверху, повернуть вот эти грани под 90 градусов слева и справа, развернуть ребро и вернуть грани на место. После чего достаточно развернуть верхнюю грань и все соберется, кроме центральных элементов. Если конструкция головоломки не позволяет вращать ребро отдельно, то можно поступить так. Поворачиваем справа на 90 градусов, разворачиваем верхнюю грань так, чтобы левый угол встал справа, заменяем этот уголок вот на этот задний, возвращаем этот угол сюда, ставим этот угол на место, отводим в сторону, опускаем тут, опускаем тут. В принципе интуитивно и очень похоже на то, как мы восстанавливали форму кубоида. Повторим. Поворачиваем справа, вот этот угол ставим на свое место, заменяем его другим углом, этот ставим на свое место, этот тоже на свое. Отводим в сторону, опускаем, опускаем. И ребра и углы собраны. В случае, если нужно переставить углы по диагонали, вот этот с этим, мы в одно движение ставим их рядом и делаем одну из показанных комбинаций. Либо разворачиваем ребро, после чего поворачиваем и поворачиваем. Либо, если нужно переставить вот эти углы, ставим их также рядом, опускаем, поворачиваем, заменяем, возвращаем, ставим, отводим, пускаем, опускаем. Ну и отменяем первое движение. Ребра и углы собраны. Осталось собрать вот эти маленькие элементы в виде полумесяцев. Будем называть их центральными. На кубоидах от других производителей такие элементы тоже есть, но они все одного цвета, поэтому мы не замечаем, как они перемещаются. И более простой случай, когда нужно поменять один элемент с этой стороны и другой с обратной. То есть они находятся в одном и том же положении. Здесь и здесь. Если друг за другом. В этом случае мы можем просто повернуть правое на 90, верхнее на 90, развернуть правое на 180, вернуть верхнее на место, вернуть правое на место. И все соберется. Еще раз. Здесь справа и здесь в том же положении. Ну если разворачивать, то слева. То есть друг за другом элементы. Мы поворачиваем правое, поворачиваем верхнее против часовой. Разворачиваем правое на 180 и ставим на место. Это и это. И все собирается. Если мы выполним этот же алгоритм на собранном кубоиде, то будет следующее. Поворачиваем, поворачиваем, разворачиваем, возвращаем, возвращаем. У нас появится один элемент тут, а другой сзади. Ну сзади на том же месте. А здесь будет не справа, а сверху. Если нам нужно поменять верхний с правым, ну правый, который сзади, вот с этим, то мы делаем тот же алгоритм, но меняем пару движений. То есть в первом случае мы не от себя наклоняем правую грань, а на себя. Дальше также против часовой поворачиваем верхнее, разворачиваем правое и восстанавливаем положение. Все собрано. Повторим. Верхнее с правым, который сзади. На себя против часовой на 180. Возвращаем на место. И все собирается. В случае, если надо поменять два элемента, один из которых находится сверху, а другой снизу, мы также будем использовать интуитивные движения, но просто их будет чуть больше. Делаем следующее движение. Поворачиваем правую грань на 90 градусов, выдвигаем этот элемент сюда, на это ребро. Разворачиваем правое на 180. Теперь заднее, которое нужно было поменять, подгоняем вот сюда и разворачиваем опять на 180. Восстанавливаем нижнее, восстанавливаем верхнее, ну и правое в исходное положение. Все собирается. Эту же ситуацию можно решить, при помощи показанных ранее движений, но просто более чем за одно применение. На всякий случай я повторю вот этот более длинный алгоритм. Элемент сверху и элемент снизу. Поворачиваем на 90, вставляем верхний, поворачиваем на 180, вставляем нижний, поворачиваем на 180, возвращаем верхний, возвращаем нижний и возвращаем правое. Все собрано. Также за раз можно менять не одну пару элементов, а сразу две местами. К примеру, здесь два красных полумесяца, а с другой стороны зеркально они находятся, то есть снизу и слева. Мы можем, конечно, вот этот, вот с этим поменять нашим основным алгоритмом, потом решить, что останется. Но также можем решить это все за один раз. Верхний с нижним и правый с правым. Чтобы их поменять, тут такой уголок, а здесь зеркальный уголок. Мы делаем очень похожие движения. Поворачиваем на 90 градусов, верхняя против часовой, а нижняя тогда в другую сторону. То есть если здесь на себя, то нижний будет от себя. После чего правый поворачиваем также на 180 градусов, возвращаем все на место и правый тоже. И все собирается. Моделируется оно также тем же самым алгоритмом. Поворачиваем на 90, этот на себя, этот от себя. На 180 возвращаем вверх-верх-вниз. После этого правый. Вот на сверху справа, снизу слева. Чтобы решить, делаем то же самое. Поворачиваем на себя, от себя на 180 градусов, возвращаем на место вверх-вниз в любом порядке и восстанавливаем правую грань. Все собрано. Ситуация, которая кажется страшной, но на самом деле решается очень просто. Это когда нужно поменять местами все четыре центральных элемента. В этом случае мы просто делаем предыдущий алгоритм дважды. Просто из любого положения делаем поворот на себя, от себя, разворот на 180, восстанавливаем вверх, низ и правую. В итоге эти два стали нужных цветов. Разворачиваем на 180 градусов сам кубовит и повторяем на 90 градусов, на себя, от себя, на 180, восстанавливаем, восстанавливаем. Все собрано, не так же сложно. Если нужно поменять местами три лепестка, то здесь тоже все просто. Можно, конечно, выполнить трижды алгоритм по перестановке одной пары, либо выполнить алгоритм, когда переставляется сразу две пары и потом решить ситуацию, которая останется. К примеру, верхний и правый, здесь нижний и левый, можно за раз поменять местами. Поворачиваем на себя, от себя, на 180, возвращаем, возвращаем. верхний и нижний по местам, на 180, выдвигаем на 180, выдвигаем сзади, разворачиваем, возвращаем верхний и нижний по местам и правый тоже. Все собралось. Также, возможно, какая-то вот такая ситуация. Здесь два напротив, а здесь два рядом. Также можно решить за два приема. Сначала, к примеру, поменять вот этот с этим, друг за другом, стандартный алгоритм. Опускаем, поворачиваем, разворачиваем, возвращаем, ставим на место. Остался один, смотрим, где второй, он здесь. Один сверху, другой с этой стороны. Ну, если отсюда смотреть, то справа. На себя, поворачиваем, разворачиваем, возвращаем, возвращаем. И все собрано. Если я какие-то ситуации не рассмотрел, то они решаются основными алгоритмами. Замена либо одной пары элементов, либо двух. Ну, одну пару можно тремя разными способами менять. Те, которые друг за другом, сверху, снизу и сверху, сбоку. Этих знаний достаточно для того, чтобы собрать этот кубоид из любого положения. Пример сборки для закрепления. Перемешано с изменением формы. Сначала эту форму нужно восстановить. Каким-то образом. Ну, к примеру, вот так. К этой ситуации я приводил ранее. Теперь уголок. Опускаем. Отводим в сторону. Ставим на место. На место. Надо еще развернуть вот это синее ребро. Буду более сложным способом, но более универсальным это делать. Ставим вертикально. Ну, для того, чтобы у нас вот этот оранжевый стал в нужное положение. После чего опускаем. Отводим в сторону. Возвращаем. Возвращаем. Один уголок как бы вернулся в свою плоскость. Ну, у нас уже ребро развернулось. Но вот этот угол вышел. Ну, просто его ставим на место. Также можно было просто одно ребро вот так развернуть. Далее. Ну, крест у нас уже собрался. Смотрим на углы. Угол один находится на месте. Пробуем делать пиф-паф. За один пиф-паф все произошло. Это скучно. Предположим, что там не повезло. И у нас два угла встали на места. А два нет. Чтобы их развернуть этот отводим в сторону. Ставим на его место другой. Возвращаем. Отводим. Опускаем. Опять отводим. Ставим на место. И на место. Ну, теперь интереснее. Осталось переставить вот эти центральные элементы. Здесь они уголком. С другой стороны они напротив. Значит, придется за два применения это решать. Сначала я нахожу элементы, которые друг за другом. Вот этот. Вот с этим. Они друг за другом. Делаем стандартный алгоритм. Опускаем. Поворачиваем. Разворачиваем. И возвращаем на место. Одна пара поменялась. Теперь решаем с этой. Сверху. И получается справа. Делаем алгоритм. Но первое движение на себя. Так. И все собрано. Собирать можно любыми другими алгоритмами, которые находятся интуитивно. Головоломка несложная, но недооцененная. И если ее правильно перемешать, она интересная. Мы рассмотрели все возможные ситуации. Никаких трудностей возникнуть не должно. К сожалению, информация, которую я здесь рассказал, неприменима к более крупным кубоидам. Но тем они будут интереснее. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.